Всем привет! Сегодня ролик у нас про водку. Водку я терпеть не могу, пью крайне редко. Не преувеличу, если я скажу, что я пью ее два раза в год. Чистую. Чистую. Да, с коктейлями вот эта водка мне зашла очень-очень хорошо. Она максимально нейтральная, она совсем не спиртуозная. Мне не чувствуется никакая характерная черта водки. Она реально коктейльная. Эта водка, здесь написано USA, Сан-Франциско. Как я понял, это самая популярная в Америке водка. Она довольно дорогая. Мне она засталась в продаже просто халява. То есть, несколько сотен рублей. Вообще, я просто не сказал. Сама водка это Италия, это Милан. Крепость здесь стандартная 70 градусов. Вот такая клевая бутылка. Интересная же, да? Здоровская. Прям, ну, мне понравилось. Не знаю, она стоит у меня уже 500 тысяч лет тоже в баре. И я сейчас попробую, может быть, даже ее попробовать из дегустационного бокала. Понятия не имею, зачем я это делаю. Но чем черт не шутит, может быть, какие-то выводы я сделаю из этого. Кстати, у меня ее вот вообще почти не осталось. Ее я буду использовать в коктейлях, коктейльчики. Одно время, что-то я вот с годик назад, я подсел на коктейли. Как-то вот денег что-то особо не было на виске. И водка была. И покупал там какие-то соки, что-то там, швепсы. Лед наморозил и замутил себе коктейльчик. И вот она меня приятно удивила. Она, ну, как же я не люблю водку, даже если она максимально нейтральна. Так вот, в коктейле она была, ну, реально классная. Еще пару водок я в коктейле использовал. Это мне хвалили, очень сильно хвалили мои подписчики. Хортица, по-моему, или Хортица, скорее всего. На Альфе спирт. Я вообще ожидал многого от нее. Но я в коктейле ее и чувствовал. Вот эту водку в коктейле ты не чувствуешь просто. Ну, я не буду ее пить чистой. Я не знаю, зачем я ее налил. Не знаю, понятия не имею, зачем я это сделал. Если увидите вот эту водку, смело берите. Я рекомендую. Для коктейлей вам она очень подойдет. Потому что вы будете чувствовать вкус коктейля. И не будете ощущать никакой негативной составляющей, спиртяжной, какой-то дополнительной, еще негативной и так далее. Еще у нас борщовка есть вот такая вот водка. Это водка для того, чтобы вы употребляли в чистую. Она меня удивила. То есть реально с пельмешами борщовку я рекомендую. Мне ее присылал Марс. Лучше на планете Марс был канал. Сейчас он называется Марс Клуб. Я ее выиграл. Там конкурс был какой-то. Я не помню, что там. Она очень у меня грязная. Такая бутылка. Все очень поганенькая. Потому что она стоит за плитой. Вся уже цирела. Очень дорого выглядит. Очень премиально. Такая текстура. То есть, ну, вот прям здоровски. Дорого, богато. Это, конечно, это промо-упаковка. На полках она вот так находится. В биске она не продается. Может быть, я бы ее взял бы еще когда-нибудь для пельмешей. Вот такой фарточек у нее интересный. Кухонный. Полностью деревянный. Вот эта пробочка. Но это, конечно, химозный. Эта водка, чем она приятна? Она ароматная. Здесь ароматные спирты. 9 настоев. Зерновой дистиллят. Ну, любят они слово дистиллят. Ну, в принципе, в Европе дистиллят. Да все дистиллят. Хоть на колоннах, хоть на кубах. Без разницы. По традициям. Ой-ой-ой. Лавровый вкус. Нотки капусты. Лаврового лица. Листа, перца. Налью прям туда. Потому что вот эта водка, она вообще безвкусная. Да, здесь аромат. Аромат прям здоровский. Вот реально очень ароматная. Ну, есть. Правда, тут... Ну, хочется здесь ощущать и ржаной хлеб, и лавровый лист, и перца. Реально, ну, лавровый лист точно есть. Ребята, любители водки, если есть, вот попробуйте борщовку на самом деле. И, кстати, хотелось бы от Марс Клуба в комментариях услышать, прочитать, ну, резюме. Вот просто столько водок, ну, реально есть обзоров на Марс Клубе. И, блин, столько вот попробовал Виктор. Хотелось бы авторитетного мнения. Ну, мне очень понравилось. Хотелось бы еще бы совета. То есть, если есть лучше. Вот кто пробовал эту водку, кому понравилась она, и есть ли еще лучше водка. Вот это было бы мне интересно на самом деле. Пить я ее тоже не буду. Это нужно закусочку. Это нужно пельмешки. Я люблю под пельмешки. Такие старые советские стопочки. Набор у нас есть всяких разных размеров. Нальешь стопочку себе, там, грамм, наверное, 50, и ее раз на три. И закусываешь. И прям хорошо, тепло, кушаешь, прям здорово. Днем желательно. А потом поел и пошел, поспал. Вот. Богато эфирными маслами. Любопытно, но процентное содержание спирта здесь меньше, чем в обычной водке. Не 40%. И многие скажут, что это уже не водка. Хотя, я бы не был так строг. 38,5 здесь. Попробуйте. Реально. Написано, что рекомендуется подавать с мясом. Грузди со сметаной. Борщ, конечно же. Это же борщовка. Бефстроганов. Зразы, жаркое. Состав. Спирт этиловый и дистилля зерновой. Любопытно. То есть, действительно, тут намешали. И тмин, и джирной хлеб, и настойки здесь спиртов. Нет, реально. Слушайте, молодцы. Реально, респект. Не пробовали? Обязательно попробуйте. Блин. Клево. Клево. Клевый аромат. Классный аромат. Вообще. Мне нравится. Супер. Ну вот, капнул. Хотя я не пил сегодня. Я не пил сегодня ничего. Кстати, сделал обзор сейчас на Singleton. Сам даже не глотнул свой любимый напиток. Singleton. Первый ролик без глотка. Без оценки послевкусия и как он пьется. Ну, хорошо он пьется. Хорошо. Это же Singleton. Это мой любимый виски. Хорошо он пьется. Нормально. И еще, наверное, водку тоже затолкаю. Я вот этот вот Куантро ликер. Гранд Морниер. Я обзор делал. Посмотрите, он реально изумительный ликерчик. Куантро, ну, такое себе. Потому что здесь нет коньяка в составе. Есть обычный спирт. Ну, его пить соло вообще неинтересно, не хочется. Слишком уж он приторный. Почему я его к водкам запихнул? Я сегодня, пожалуй, допью вот этот вот Sky. Да, мой любимый Sky, так скажем. Допью. Борщовку же я не буду разбавлять Куантро, правильно? Я не знаю даже. Куантро больше как состав коктейлей. Рассказывать про Куантро нечего. Это апельсиновая цедра. Это вот лимон, апельсин и сахар. Сахар, сахар. И много-много сахара. И много спирта. Спирта обычного. Такого самого не очень такого, мне кажется, качественного. Потому что как-то он чувствуется сильно, спирт здесь. Потому что ну 40%, хотя тот же Grand Marnier, но он вообще не чувствуется, он спит почти. Блин, ну все-таки есть разница в цене и есть разница в качестве. То есть Куантро он подешевле немножко. Как основа для коктейлей, как добавка для коктейлей. Я думаю, что он так позиционируется. Вот здесь, кстати, какой-то даже рецепт указан получается. Просто не вижу смысла Куантро запихивать в отдельный какой-то ролик. Но рассуждать о нем долго не приходится. Я даже не помню, что я с полки достал. Водка, водка. Сегодня водка у нас. Ну вот, водка, пожалуйста. Здесь, где водка, там у Куантро, там и коктейли. Но это водка не для коктейлей, разумеется. Это вы уже все прекрасно поняли. Так что я даже не помню, что тут. Ну это Франция, по-моему, если мне память не изменяет. Хотя какое это имеет значение? Ну Куантро, кстати, это довольно-таки знаменитый. Такой ликер. Очень знаменитый. Да, Франция? Франция. Для коктейлей пойдет нормально.